Май 2002 года. На военной базе НАТО в итальянском городке Пратика-Димара 19 стран Альянса и Россия подписывают исторический документ, именуемый Римской декларацией. Она имела шансы на то, чтобы поставить точку в долгой истории Холодной войны. Тогдашний президент США Джордж Буш-младший называет документ великим достижением Североатлантического Союза и Европейской страны России. Организатором большого события выступал премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который окрестил итоговые соглашения свадьбой НАТО и Российской Федерации. Таким образом, Берлускони, как устроитель встречи Джорджа Буша-младшего и Владимира Путина, фактически становится адвокатом Кремля в Европе. Эти отношения, как и надежды на общее европейское будущее, разрушила звериную агрессию России против Украины. А кремлевские ядерные угрозы и вовсе вернули эти отношения к противостоянию на грани большой войны. Как Италия вошла в орбиту влияния России? Что сбежало Путина и Берлускони? И как нынешний пример Джорджа Мелони изменила правила игры в итальянской политике? Об этом вместе с экспертами говорим в новом выпуске проекта «Визоляция». Давайте начнем разговор с тех отношений, которые начали выстраиваться с приходом Путина к власти в Российской Федерации. И на то время главной, скажем так, персоной Виталия был Сильвей Берлускони. Это было в период роста российской экономики. Нефть, газ продавали везде, где только можно было. И это была сверхприбыль. Ее нужно было куда-то девать. То есть, куда ее девали? В максимально благоприятную страну. И, конечно, такой поток денег не мог не соблазнить Берлускони и его бизнесменов, людей, которые с ним работали. А еще итальянцы – это открытая душа, которая стремится к отдыху, удовольствиям и, соответственно, красоте. А Италия действительно очень красива. Как говорится, все сошлось. История Берлускони как политика тесно связана с Путиным и Россией. Об этом свидетельствует множество личных встреч, подарков, дружественных жастов и отзывов. В пик политической карьеры Берлускони пришелся на становление путинского режима. И чуть ли не ключевым моментом в этой истории выступает встреча лидеров США и Российской Федерации. В мае 2002-го стороны подписывают соглашение о сотрудничестве между НАТО и Россией. Сильвио Берлускони как организатор встречи триумфует и заявляет, что по его инициативе завершилась холодная война. Конечно, возможности, которые Берлускони открыл для российской элиты в то время, были практически безграничны. Собственно говоря, Россию пригласили в G7. Затем группа 7 стала G8, большой восьмеркой. То есть Россию затем открыли двери везде, где только можно. Потому что, как понимали, что им нужна миролюбивая Россия, партнер. Все понимали, что Россия похожа на страну с огромными природными ресурсами, в которых нуждается Запад. История с НАТО на самом деле была попыткой. И это было ложное представление о Путине, потому что они действительно думали, что Путин поведет Россию в НАТО. Но очевидно, для меня это выглядело как игра со стороны Путина, например, в сближении с европейцами, чтобы показать им, что, мол, мы очень близкие партнеры. Но у Путина была совсем другая идея. За 10 лет премьерства Берлускони россияне стали частью деловых и политических кругов Италии. Берлускони хотел зарабатывать деньги, а Путин готов был платить. В середине 2000-х итальянская энергетическая компания «Эни» тесно сотрудничала с российским «Газпромом». В 2006-2007 годах хозяин Кремля рассчитывал на поддержку итальянцев в строительстве газопровода «Южный поток», чтобы поставлять российские ресурсы в Южную Европу, в обход Украины. И лишь в 2014-м, после российской оккупации Крыма и, как следствие, введения санкций против РФ, проект был закрыт. В Италии в сфере недвижимости и предприятий, например, у Лукоэла был самый большой нефтеперерабатывающий завод на Сардинии. Это было выгодно для обеих сторон, как для Берлускони, так и для Путина. Его системы выстраивания связей рука-руку моет. Таким образом, это были самые понятные и максимально простые отношения. Как в одном, так и в другом целью была лишь финансовая выгода. Уже позже это переросло в определенный политический тренд. Но в целом все началось с денег. Как говорится, деньги в жизни не главное, но нервы успокаивают. Я не могу понять, почему Берлускони до конца своих дней. Он, по сути, не очень менял свое мнение по поводу Путина и чем является путинская Россия. Более того, Берлускони посетил оккупированный Крым. И после этого его включили в черный список, то есть он стал персоной нон-грата. Но его это совсем не беспокоило. То есть он не создал этим себе никаких проблем. Но, разумеется, Берлускони в данном случае сыграл довольно неоднозначную роль в этой политике. В то время, в 2014-м, он уже не был премьер-министром. В 2015-м году Берлускони и Путин, попивая в Крыму коллекционное вино 200-летней выдержки, отмечали годовщину российской оккупации украинского полуострова. Сложно сказать, понимал ли Берлускони, кто такой Путин. Ведь кроме водочных, Кремль в Италии разжигал и шпионские страсти. Деятельность российских агентов усилилась с началом гибридной войны против Запада в 2014-м году. Посольство России в Риме стало рассадником лазутчиков. По словам префекта Адриана Сои, сотрудника Департамента информационной безопасности Италии, в последние годы свыше 60 российских агентов работали в Италии. То есть вдвое больше, чем перед окончанием холодной войны. Цели и методы российских шпионов за рубежом почти не изменились. В фокусе военные тайны НАТО, сбор компромата на западных политиков и подрывная информационная работа. Дмитрий, вы как политолог, эксперт по международным вопросам. Что вы скажете по поводу того, какой расчет был у Путина по поводу Италии и тех политсил, которые могли симпатизировать кремлевскому режиму? Путин действительно стремится к тому, чтобы переиграть своих соперников. Рассчитывает на то, что коалиция противостояния Российской Федерации развалится, ее не будет. И нельзя сказать, что его расчет вообще ни на чем не базируется. Про российские силы в Италии их достаточно много. И они и раньше были, в 2000-е годы, и после 2014-го. И сейчас это те, которые приезжают как будто бы научные деятели, или как будто бы журналисты, но при этом занимаются, или бизнесмены, но при этом занимаются однозначно подрывной деятельностью и пропагандой. В прицеле российских спецслужб были высокие итальянские кабинеты. Один из самых громких случаев кремлевского внедрения произошел в 2021 году. Тогда был арестован капитан военно-морских сил Италии Вальтер Биотто. По версии следствия, он продавал российским дипломатам секретную информацию НАТО. Еще один случай произошел в 2022 году. Тогда был задержан сибирский предприниматель Артем Ус, сын бывшего губернатора Красноярского края и члена путинской партии «Единая Россия». Минюст в США обвинил его и еще четырех россиян в организации схемы, согласно которой Москва незаконно получала американские военные технологии. Примечательно, что российскому шпиону удалось сбежать из-под домашнего ареста и выехать из Италии. Это случилось в марте 2023 года, на следующий день после решения апелляционного суда Милана об экстрадиции УСА Соединенные Штаты Америки. Можно вспоминать о многих вещах, например, о деле нашего национального гвардейца Виталия Маркева, которое после 2014 года продолжалось, и его тогда абсолютно несправедливо судили, то есть якобы за убийство итальянского журналиста, который был со стороны российских спецслужбистов и нанятых ими наемников в Славянске в 2014 году. То есть это тоже своего рода, во-первых, показывает, какие позиции в Италии, у русских, и какие там все-таки есть восприятия мира. То есть эта история потом закончилась благополучно, но тем не менее, да, она была. И это лучшая иллюстрация того, на что полагается Путин. Как я понимаю, вот если мы сейчас подходим к политическому раскладу в самой Италии, действительно там есть движения, для которых, мягко говоря, не все так однозначно, да, и которые выступают прямо на поддержку Украины. Та же Джорджа Мелония, ранее у нее были одни заявления, до того, как она сформировала, по сути, да, коллекционное правительство и пришла к власти, она изменилась. Но остались другие члены коалиции, та же Лига и тот же, как я понимаю, Маттео Сальвини, да, который до этого заявлял о том, что, ну, по сути, он вторил той риторике, которую, в свою очередь, в свое время озвучивал сам уже покойный Берлускони. Ну, Сальвини, скорее, такое радикальное крыло. Существует партия Берлускони, форса Италия, называется Италия вперед. Я бы не сказал, что партия Берлускони сегодня в чем-то антиукраинская. Помню, я участвовал в итальянско-украинских межпарламентских коммуникациях, и там были представители партии Берлускони, и они абсолютно поддерживают Украину. То есть нет такого понятия, как «ну, вы знаете, давайте». Они на местах в первые месяцы полномасштабной войны организовывали приемы украинцев, помогали с документами, с поселением. Итальянцы даже в партии Берлускони все-таки на нашей стороне. А такие вот ультрарадикалы, как Сальвини, они придерживаются пророссийской позиции. Это как с Марин Ле Пен во Франции. И, конечно, россияне всегда поддерживали и поднимали таких политиков, потому что им выгодно иметь политические контакты, которые могли бы защитить. Итальянские правые популисты традиционно имели прокремлевскую позицию. Мелони в марте 2018 года поздравляла Путина с победой на президентских выборах, назвав ее выражением воли народа. А в своей книге «Я, Джорджа», вышедшей в 2021 году, она писала, что путинская Россия защищает европейские ценности и христианскую идентичность. Но, заняв пост премьер-министра, Джорджа Мелони выступила с категоричной поддержкой Украины. Италия вместе с НАТО и ЕС. Кому это не нравится, прочь из правительства, сказала Мелони. Таким образом, она избавилась от давления коллег по коалиции – Сильво Берлускони, лидера партии «Вперед Италия» и Матео Сальвини, главы партии «Лига». Это, кстати, достаточно сложный вопрос, почему действительно Италия заняла такую позицию, которая, кстати, во многом где-то даже и неожиданно для России оказалась. Относительно Джорджа Мелони было, в общем-то, в том числе и где-то, наверное, реакцией на то, чтобы избавиться от того шлейфа, который остался после Сильвии Берлускони, который прославился очень сильно скандалами. Она как раз всегда была направлена на то, чтобы правые были именно правыми. Как по мне, вот это восприятие справедливости, которое есть, оно где-то и помогает в формировании такой нынешней политики Италии. Стоит сказать, что Италия, которую в Кремле хотели считать своим троянским конем в Европе, в первые месяцы после начала российского полномасштабного вторжения заняла радикальную позицию в поддержке Украины. Например, посол Италии в Украине Пьер-Франческо Цзадзо был одним из первых дипломатов, вернувшихся в Киев после начала Большой войны. А уже спустя неделю после вторжения, 1 марта 2022 года, правительство Италии согласовало поставки Украине ПЗРК, минометов и противотанковых комплексов. Кроме того, Рим отказался от российского газа, подписав контракты о поставках с рядом африканских государств Алжиром, Конго и Анголой. Мы по итогу получили одного из самых главных и основных партнеров Украины в разных коалициях. И в Европейском Союзе, и в Большой Семерке, и в формате Рамштайн. Италия предоставляет колоссальную помощь нашему государству. Вот один из очень важных факторов. В Италии преступление против детей и женщин – это просто верх несправедливости. Когда они увидели Бучу, когда они увидели, что происходило в первые дни полномасштабной войны, когда стреляли в людей, спасающихся от войны, даже таких ярых сторонников Путина это просто остановило. Они думали, ну как такое возможно сегодня? Мы же знали Россию как большую культурную страну, а здесь, в соседнем государстве, происходят такие ужасы. И почему это происходит? Даже Сальвини просто молчал, он ничего не говорил. Всех потрясли кадры, которые увидел мир после освобождения Буча, Ерпеня и других городов Киевской области. Очевидно, это дало политическим элитам один ориентир, что это нужно остановить. В духе итальянской политической традиции – искать диалог, в том числе и с Россией. Однако военные преступления Кремля, зверства, совершаемые российской армией, разрушают надежды на дипломатию. В своей агрессии Россия настроила против себя даже лояльную к ней Италию. В мире есть достаточно такое, не совсем правильное, наверное, восприятие Италии, которое сложилось из знакомства такого поверхностного с итальянской культурой. Вот это что это? Это страна туризма, Древнего Рима, кухни там определенной такой средиземноморской, и дорогих автомобилей. На самом же деле понятно, что Италия, которая входит в Большую Семерку, это страна достаточно серьезной экономики и серьезных подходов. И это страна со своим военно-промышленным комплексом, и страна с присутствием других предприятий, других стран военно-промышленного комплекса. Поэтому, естественно, что возможно, что война, которая началась, она, понятно, вызвала и такую резкую реакцию, поскольку это есть понимание, что это угроза уже и Европе. Российская угроза подтолкнула европейские страны к расширению и модернизации своих вооруженных сил. Кроме того, началась дискуссия вокруг общего оборонного сотрудничества, которое может происходить не только в рамках НАТО. Недавний министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюз должен создать объединенную армию. Общие миротворческие силы могли бы участвовать в предотвращении и урегулировании возможных конфликтов. Если мы хотим играть роль миротворцев, нам нужна европейская армия. Это фундаментальные условия для действенной внешней политики в Европе. Дмитрий, и в отношении поддержки Украины, получается ли так, что делая именно такую ставку, Италия, соответственно, поддерживает и собственные вооруженные силы, собственный военно-промышленный комплекс? Оказалось, что нужно усиление для своих вооруженных сил, поскольку все-таки десятилетие мира и отсутствие явного противника для НАТО, это было достаточно, скажем так, излишне облегчило итальянские вооруженные силы и запасы вооружений. И оказалось, что этот момент можно не только помогать Украине, но и использовать для того, чтобы вернуть на прежние позиции свой военно-промышленный комплекс и усилить сотрудничество с другим военно-промышленным комплексом, то есть запустить производство. Италия начинает корректировать военную инфраструктуру. Военно-промышленный комплекс перестраивается на производство все большего количества оружия. Сегодня Италия является одним из крупнейших производителей оружия для Украины, особенно стрелкового оружия, мин, артиллерии. Они также передали нам оружие со своих складов. Вторая годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину была в центре внимания всего цивилизованного мира. Лидеры западных стран приезжали в Киев, оказывая Украине поддержку и осуждая путинскую агрессию. Среди них была и Джорджия Мелони. Высокие гости посетили аэропорт Антонов в Гастомеле, ведь в 1922 году российские войска намеревались создать плацдарм для захвата Киева. Этот символический визит четко обозначил роль Украины и Европы в новом мире. Цель Путина заключалась в том, чтобы заставить Украину капитулировать. Москве пришлось столкнуться с героической реакцией народа, готового на все ради защиты своей свободы. Украинский народ платит за это высокую цену. В Буче и Ирпине я видела это собственными глазами и не забуду. Украина не одинока и не будет одинока, потому что она также защищает ценности свободы и демократии, на которых основана европейская идентичность. Свободный мир в долгу перед украинскими женщинами и мужчинами. Италия на их стороне. В ходе визита Джорджии Мелони было подписано соглашение о гарантиях безопасности между Италией и Украиной. Кроме того, Рим одобрил дальнейшие поставки оружия Киеву на протяжении 2024 года. Речь идет о передаче материалов и оборудования, включая оружие для противостояния российской агрессии. Для Мелони это показатель силы, то есть она растет. Сейчас нет политического кризиса в Италии. И ее правительство работает стабильно. Очевидно, что Италия таким образом пытается войти в число лидеров, потому как понимает, что Германия сдает позиции. А есть Франция. А с Францией всегда очень интересная контрастная конкуренция происходит. Макрон-Мелони – это всегда момент такой непубличной, но и не скрытой конкуренции между двумя странами. В целом, как бы вы оценили вклад, в частности, Италии, с учетом вот этих прошлых связей, хороших контактов, мы говорили о Путине, о Берлусконе и так далее, но в дальнейшую изоляцию Российской Федерации? Несмотря на то, что война продолжается уже третий год, тем не менее, известные итальянские компании находят себе дорогу на российский рынок. Мы должны принять этот факт. Есть ряд компаний, которые публично объявили о своем выходе. И они понесли большие убытки, потому что российский рынок давал им почти половину прибыли. Но они сделали определенный выбор, потому как не могут ассоциировать себя со страной, которая убивает детей, убивает женщин, и на самом деле пытается захватить соседнее государство. Но политически для официального Рима сейчас все более однозначно. Да, однозначно. Определенно. При этом я напоминаю, что Италия с 2014 года выступает против аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Она поддерживает территориальный суверенитет украинского государства. А иначе быть не может, потому что это европейские принципы. Это принципы, по которым Европа живет. И чтобы ожидать изменений в этом направлении, даже не следует ожидать, что Италия в какой-то момент изменит свою позицию в пользу России. Украина воспринимается как часть общего европейского пространства. Италия настроена на помощь в переформатировании украинской жизни, которая должна помочь быстрее интегрироваться в Европейский Союз. И настроена на то, что Украина – это часть еще и общего пространства безопасности. То есть вот этот договор о безопасности, который заключен, он как раз о том, что Украина становится частью общей системы, и это фундаментально. Эпоха мифов о путинской России, как стране, имеющей способности к демократии и цивилизованным отношениям, уходит в прошлое. Вместе со своими почитателями, коим до конца своих дней был и Сильва Берлоскони. Ставка Кремля на Италию как троянского коня России в Европе разрушена безоговорочной поддержкой Украины, как политической, так и военной. Обретение лидерства в Европе и противостояние российской угрозе – это те направления, которыми Италия движется и сейчас, независимо от лидеров и взглядов. Ведь никакая идеология или политические убеждения не способны оправдать агрессию и преступления, которые совершает путинская Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова